Еще раз здравствуйте, Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии, и начинается наша программа наука и технологии. И сегодня мы будем говорить на тему, которая сейчас захватывает так или иначе весь мир. Очень рада представить нашего сегодняшнего эксперта. У нас в гостях Алексей Михеев, эксперт по блокчейн-технологиям, инвестор в криптовалюты, да, правильно? Доктор экономических наук, автор бестселлера блокчейн, как это работает и что нас ждет завтра. Вот эти книги, так сказать, есть на столе. Много всего интересного знает Алексей, Алексей Михеев. Еще раз здравствуйте, Алексей. Но мы обыватели, мы много знаем о блокчейне. Не. Да. Мы читаем новости. Блокчейне не знаем. Но мы не понимаем, вот нам, обычным людям, которые имеют какие-то онлайн, используют онлайн программы банковские самые обычные, какие-то делают транзакции и так далее, но мы совсем не разбираемся в блокчейн-технологиях. Может быть, вы нам расскажете хотя бы поначалу, что это такое, как это все работает, что нам делать. И делать ли? Да, и делать ли. Вы очень много в своих эфирах рассказывали о криптовалютах, о блокчейне. Я могу коротко вспомнить, как это все начиналось. Да, да, давайте. 2008 год, экономический кризис. 10 лет назад уже. 10 лет, это уже юбилей, кстати. 3 января был наманен первый биткоин, кстати, совпал с моим днем рождения, а теперь свой день рождения. Отмечаю вместе с днем рождения. С криптовалютой. Биткоина, да. Вы его поздравляете. Я всех поздравляю, меня поздравляют мои коллеги. Он меня. Он работает теперь на Алексея, мне кажется. Поэтому 2008 год, загадочный Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел, вообще голливудская история абсолютно, вы представляете? Появляется некий персонаж, который выкладывает в интернете информацию о том, что он создал некую технологию. Размещает открытый код и потом исчезает. Его никто никогда больше не видит, ни разу в жизни. И эта технология, этот актив, сейчас стоят уже все криптовалюты, сегодня проверял перед эфиром, 430 миллиардов долларов. Сумма с эти. В январе доходило до 800 миллиардов. Чтобы понимать, все российские компании вместе взятые стоят сейчас 650 миллиардов. То есть создан актив, который больше всех компаний, стоимости всех компаний в России. И чисто по-голливудски никто не видел этого создателя. И дальше гадают, откуда он взялся. На самом деле, конечно, очень интересно, Наталья Касперская высказалась, она эксперт в области криптотехнологии шифрования. Используются американские ключи шифрования. И сама эта история настолько голливудски хорошо построена, что вызывает, конечно, удивление. Но, тем не менее, вот 10 лет этой технологии. И технология революционная, она успешно работает, устойчиво, без управления со стороны каких-то центральных органов управления. И на самом деле, само по себе это революция, когда такой масштаб технологии работает без контроля извне. Хотя на самом деле, технология с точки зрения технической не является какой-то революционной. Всего лишь взяли и объединили две существовавшие до этого процедуры. Также облачное хранение данных, все знают десятки лет, в торрентах хранят свои файлы, фильмы, в Google, в Gmail работает в облаках, по всему миру распределены наши файлы. То есть мы этим пользуемся уже очень-очень много лет. И вторая технология – это шифрование. Шифрование вообще существует тысячи лет. Юлия Цезарь использовала технологии, которые усложнялись, усложнялись. И объединили две эти технологии – облачного хранения данных и шифрования. Получился блокчейн. Теперь информация записывается в блоки, шифруется. И продается. И потом майнеры работают на том, что ее дешифруют. Ну вот такое вот вводное слово у нас получилось относительно нашей сегодняшней темы. Напомню, что мы разговариваем на тему блокчейн, как это работает и что нас ждет завтра. В гостях у нас Алексей Михеев. В нашей группе «Страна.фм» ВКонтакте есть специальный пост, он закреплен сверху. Задавайте свои вопросы нашему гостю, а мы все переадресуем. Блокчейн. Как это работает? И что нас ждет завтра? Вот такие вопросы назрели у всех. Я думаю, мне кажется… Никита Блокчейн не кратся в тебе. Мне кажется, у каждого жителя нашей огромной-огромной страны. Потому что мы вообще в принципе в этом плане серость. И наш гость Алексей Михеев, эксперт по блокчейне технологии, инвестор в криптовалюты, доктор экономических наук и автор бестселлера как раз-таки вот с одноименного нашему вопросу, он как раз призван сегодня в эфире телерадиоканала «Страна.фм» развеять все ваши вопросы. Поэтому пишите, пишите. Мы поняли, как создается это все. Как люди стали на нем… В общем. Да. Как стали зарабатывать на этом деньги? И вообще в принципе, как облако и шифрование, это раз вдруг превратилось в реальные деньги. Как вообще в принципе это возможно? И что ждет нас завтра? И что нас завтра ждет? Пока не… Завтра нас ждет счастливое будущее, причем цифровое для тех, кто разбирается. Поэтому надо обязательно в этом разбираться. Для тех, кто еще не начал этим заниматься, в любом случае придется, потому что объем криптоденег в экономике в какой-то момент может вообще сравняться с объемом реальных денег, которые сейчас существуют. А это чтобы понимать в сто раз больше, чем сейчас в криптоэкономике. То есть переток капитала в криптоэкономику и стоимость криптовалют может в сотни раз увеличиться по отношению к тем уровням, которые мы видим сейчас. А что влияет на увеличение стоимости? Подождите, а как оно работает, зарабатывать на нем деньги? Как стали-то? Как стали-то? Зарабатывать деньги, ну создан. Самое простое, для заработка денег, которые сейчас абсолютно все используют, просто купить ту криптовалюту, которую вы считаете имеет перспективу и будет расти в цене. Я знаю, про что он хочет спросить. Эфириум, конечно. Эфириум. Виталик Бутерин. Да. Это наш герой просто. Это наш герой. Герой российский, который на самом деле живет в Канаде, но тем не менее родом действительно из нашей страны, и мы им гордимся. Смотрите, почему зарабатывать? Потому что нужно успеть выкупить мало вот этих вот, как сказать, формул, вот этих вот блоков. За счет чего? Чейнов. Чейнов, да. Во-первых, сейчас спрос на криптовалюту значительно превышает объем криптовалют, которые были созданы. И со временем все больше и больше приложений будут появляться на основе блокчейна, и они будут использовать эти криптовалюты. То есть расплачиваться у них нужно будет? И в них очень удобно будет расплачиваться криптовалютами. Так же, как в Сбербанке есть Сбербанк Онлайн и свои цифровые деньги. На самом деле мы никогда не видим те рубли, которые мы пересылаем в Сбербанк, зато нам очень удобно. И никто не волнуется о том, что реально никогда мы получили какую-то оплату от кого-то, кому-то мы платили. Никто не видел этих рублей. Зато всем удобно, мы это используем. А теперь представьте то же самое удобство, если это мировая система платежей, и вы, переезжая из страны в страны, вообще не задумываете, сколько у вас в кошельке, в какой валюте вы платите. И это крипто-деньги, которые вы платите без комиссии в любой стране, очень быстро вам получают такие же платежи, приходят из любой точки земли. Хорошо, согласна. Что нам нужно сделать? С чего начать? Поскольку эта валюта станет мировой, например, то разбираться при... Валюты разные. Да. Их будет много. Говорят, сколько человек на земле, столько будет криптовалют. Ой, кошмар какой. Причем будет даже гораздо больше, потому что свои криптовалюты будут у каждой компании, у каждого человека. И даже машины будут иметь свои собственные криптовалюты. Хорошо, разбираться придется. И чем раньше ты начнешь это делать, тем лучше, я так понимаю. Что нужно сделать? С чего начать? Можно я вот дополню еще, Лизин, вопрос? Алексей Михеев, я напомню всем нашим слушателям и зрителям, это доктор экономических наук. Да. А вот сейчас, Алексей, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В глубинке, я каждое лето раньше ездил, село Воскресенское. И там нет ни одного доктора экономических наук. Там нет даже банкоматов. Там нет даже банкоматов и нет ни одного экономиста. Люди даже не представляют себе, что такое экономика. Да. Вот как им быть? Это не помешало одному фермеру в России выпустить свои собственные криптовалюты, собрать полмиллиона долларов на калионы и их проинвестировать в свою глубинку, в свое хозяйство. Ну подождите, это фермер, а если это обычный Ваня, который утром вышел, наколол дров, наносил воды, истопил баню, какие у него вообще биткоин, он ему скажет, биткоин, он говорит, корова не доина. Пусть идет, учится, записывается на онлайн-курс, книжку пусть прочтет. Вот книжка, она есть в интернете, заходит, читает, становится образованным, и его цена увеличивается в разы. Кстати, серьезно, по статистике, те специалисты, у которых есть знания по блокчейну, стоят на рынке труда в разы больше, чем те, у которых... Марусь теперь, а эфириум. Да, да, сейчас добавляю. Стоимость специалистов сейчас. Корову не Марусь теперь, а эфириум. Хорошо, ладно. Друзья, мы скоро вернемся, оставайтесь с нами, прийдемте на рекламу. Пишите 909-928-1899. День науки и технологий. Наша программа Лиза Калинина и Никита Некрасов в студии. В гостях у нас сегодня эксперт по блокчейн-технологии, инвестор в криптовалюты, доктор экономических наук Алексей Михеев. Продолжаем нашу ликвидацию безграмотности в области майнинга, криптовалют. Молодец! Блокчейна! Блокчейна! Вообще, слушай, я даже не смогу сказать никогда. Пора уже. Пора уже. Это только слова, ты понимаешь? Друзья, мы выяснили до перерыва на замечательной песне у Земфира и Румба, что для того, чтобы всем этим заниматься, конечно же, необходимо обучиться. То есть, первоначально какой-то старт в голове дать вот этому процессу, и только после этого можно начать заниматься, ну или, по крайней мере, интересоваться, что такое криптовалюты и всеми процессами. Но у меня есть такой вопрос. Вот, тем не менее, мы сейчас у вас услышали, наша аудитория так же, как мы, что-то получили, какие-то знания. Какой первый шаг они могут сделать? Что они, они могут уже куда-то инвестировать или пока рано? Первый шаг – прочитать книжку. Прочитали. Прочитали. На зоне в электронике купили, просмотрели, прочитали. Второй шаг – подписаться на информационные новости. Каждый день появляется что-то в сфере криптовалют. Меняется регулирование. Сейчас Госдума рассматривает закон по регулированию обращения криптовалют в России. В декабре шикарный закон вышел в Беларуси. Беларусь стала первой страной, создавшей полностью законодательство по обращению криптовалют. Лидер, мировой лидер сейчас по регулированию и поддержке криптовалют. А как же вот эти там «Дель Петро», которые создали? Пытаются, создают в процессе, но так, чтобы полноценное, целое… Мы просто готовились, готовились. Ну, чтобы целое законодательство национальное было посвящено поддержке цифровой экономики. У них декрет номер 8 вышел в декабре 2017 года по поддержке криптовалют и цифровой экономики. Беларусь сейчас лидер. То есть постоянно появляются новости, касающиеся новых криптовалют. Регулирование – это надо отслеживать. Если интересно, я веду Инстаграм и в Телеграме, каналы, в Фейсбуке, куда постоянно выкладываю новости как раз для моих коллег, партнеров, просто тех, кто интересуется. Пожалуйста, можете подписываться. Так, хорошо. Мы книгу прочитали. Цель – разбогатеть, да? Подписались на новости. Люди хотят разбогатеть. Люди хотят разбогатеть. Я тоже хочу разбогатеть. Все хотят разбогатеть. Это базовое желание человечества. После того, как я начал читать новости, я начну богатеть? Или что-то еще надо сделать? Я боюсь, само прочтение новостей вас богаче еще не сделает. А все уже в селе Воскресенском уже ручки втирают. Но если вы встанете и пойдете, и сделаете ряд действий очень понятных, то действительно вы можете значительно увеличить свой доход. Вы можете найти работу, причем парт-тайм. По всему земному шару требуются специалисты со знанием блокчейна. Вы можете в частичной занятости устроиться в другом часовом поясе в Америке. Здесь закончили работать. В Америке начался рабочий день. Вы на полставки, на несколько часов в день работаете, получаете в десятки раз больше, чем можете заработать в России. При том, что вы находитесь здесь, в своей деревне, рядом со своими коровами. После того, как подоили этих коров, поработали в американской компании программистом, доработали программу и получили свои тысячи долларов. Пошли, купили соседнюю корову. Вот. Вот как. Сейчас все в селе Воскресенском вас пряли духом, я хочу сказать. И плевать, что ты музыкант. Да. И плевать, что ты танцор. И плевать, что ты дояр тогда уже. Либо уже следующий шаг. Купили криптовалюты, разобрались в инвестициях и стали инвестировать в свои накопленные средства, даже в которые вы получаете новый доход, вы можете инвестировать в криптовалюты, но только в те, в которых вы уверены. Прочитали white paper, поняли, как это будет использоваться криптовалюта, поняли, что она на технологии блокчейн, а не какой-то дядя Ваня ее имитирует сам по собственному желанию. И с блокчейном это вообще никак не связано. Такое тоже сейчас есть. Какие признаки должны быть у криптовалюты, чтобы я понимал, что я могу ее приобрести, и я все-таки не проиграю? Что должно быть? Что присутствует? Какие составляющие? Прежде всего, криптовалюта должна быть основана на технологии блокчейна. Так. К сожалению, сейчас есть целый ряд так называемых криптовалют, которые на самом деле криптовалютами не являются. А чем они являются? Это обычные централизированные активы, которые создали определенные лица, не на технологии блокчейн, которые полностью им под контролем. Например, OneCoin. Это махинация или нет? Ну, никто же не запрещает вам сидеть, скажем, в Gmail и создавать письма. Вот вы создаете такие же цифры. Вот любое письмо на вашей почте Gmail, это с точки зрения технологии, абсолютно такая же порядковая набора циферок и буквок, как и криптовалюты. В этом смысле кто может запретить это делать? Вот просто когда вы начинаете это продавать потом за настоящие деньги и говорите, что это надежно, что это криптовалюта, а эта криптовалюта не является, это уже вопрос. Мы продолжим совсем скоро. Да, Алексей Михайлов у нас эксперт по блокчейн-технологиям. Оставайтесь с нами и задавайте вопросы группой страны FM ВКонтакте. Ну вот Михаил Бублик кому-то свое сердце дарит. А мы, друзья, вам абсолютно, как говорила Сова, безвозмездно, мы дарим вам информацию, которую вы можете воспользоваться и разбогатеть. Мы это делаем посредством нашего эксперта. Мы с тобой, мы проводники этих технологий. Алексей Михеев у нас в гостях с помощью этого специалиста, который является эксперт по блокчейн-технологии, инвестором в криптовалюты, доктором экономических наук и, собственно, автором бестселлера блокчейн «Как это работает и что нас ждет завтра». Вот эти все технологии мы вам дарим, поэтому ушки на макушке и слушайте внимательно. Вот такой вопрос. Алексей, как вы сами к этому пришли? Вы почувствовали уже, что надо что-то делать, веяние вот этой новизны? Надо хватать птицу за хвост? Вот мы сейчас в основном говорили про криптовалюты, а на самом-то деле основа этого и книга о блокчейне. Блокчейн – это базовая технология, которая лежит в основе криптовалют. Криптовалют – это маленькая толика, процент от всех возможностей, которые существуют для блокчейна. И в какой-то момент я осознал, что многие наши российские проблемы, которые мы имеем – коррупцию, низкую эффективность производства, ограничение на приток капитала – все это можно решить очень эффективно с помощью технологии блокчейна. То есть для России это, в принципе, прорывная технология. Почему Беларусь первая это осознала из наших ближайших соседей-партнеров и так вырвалась вперед? И замечательно было бы, если бы наше правительство создало законодательство такое же либеральное. Не на уровне отдельных министерств, у каждого из которых есть свои законопроекты, конфликтующие, лишь пытающиеся регулировать Минфин. Законопроект о регулировании цифровых активов сейчас вынес на рассмотрение Госдумы. Там ни разу не употреблено слово «блокчейн», к слову. Робкие попытки, начальные, полностью цифровое законодательство по стимулированию развития криптовалют, применение технологий блокчейн, в целом наша страна могла бы и привлекать иностранный капитал в обход всех ограничений, и повысить эффективность бизнеса российского, и привлекать капитал, повысить эффективность бизнеса, и самое главное – коррупция. Представляете, как можно чиновнику брать взятку, когда каждый его шаг записан гусинками технологий блокчейн? У меня как раз, Алексей, в связи с вашей репортацией, с этой, вопрос, вопрос, как к эксперту, как к экономисту. Выбором нашел. Да ну нет, ну, дело, речь не об этом. Вот есть же, существует же миф, что условно лекарство от ужаснейшей болезни под названием рак, условно, его придумают, но либо это лекарство будет стоить просто бешеных денег, либо, соответственно, скажут, что оно неэффективно, потому что невыгодно государству, чтобы монополия, условно, фармацевтическая, вдруг рухнула. Понимаете, какие деньги заливаются в больницы, в лекарства, в производство и так далее. Вот может быть в этом причина, что у нас ничего не развивается. В Беларуси вот так раз, а давайте, а у нас вот нет. Вот есть ли будущее у нас в России? Вы как эксперт. Одно из замечательных применений технологий блокчейн как раз сохранение авторского права. И сейчас есть стартапы, которые сразу же в блокчейне фиксируют все разработки. Медицинские разработки, научные разработки по экономике. Как только она попадает в блокчейн, ее невозможно оттуда стереть. И как только такой автор разрабатывает технологию по лечению чего-либо, как только он свой контент авторский помещает в блокчейн, все знают, что он автор, и он может ссылаться на это, и у него это будет доказано. Вот как раз-таки, собственно, где собака и порылась. Что есть условно база, из которой уже никак не выйти. То есть и любое желающее обратиться и подтвердит это знание. А кому нужно, и кому не нужно. И это нужно многим представителям бизнеса. И самое главное, что это нужно государству. И многие государства в мире уже на технологии блокчейн создают регистрацию прав собственности на недвижимость на автомобиле. Ведь подумай только, насколько неэффективна сейчас стандартная процедура любой регистрации. Однозначно. Для того, чтобы купить автомобиль, вначале идут к нотариусу, он составляет договор. Потом эти же документы несут в ГИБДД, там их регистрируют. Потом эти же документы несут в банк для получения кредита. Потом эти же документы в страховую компанию. А если случился ДТП, рассматривают весь ворох документов, который уже сформировался до этого момента. Через полгода он продает машину, ворох документов увеличивается в два раза. Да. И все это всего лишь одна запись на блокчейне, которая могла бы быть сделана изначально и потом использоваться всеми этими структурами. Это настолько упрощает жизнь. То же самое по недвижимости. Если вообще унифицировать всю технологию записи на недвижимость во всех регионах России, как удобно. Захотели купить на Камчатке участок земли, в Москве посмотрели всю предысторию в блокчейне, криптовалюты оплатили и получили также через блокчейн подтверждение свидетельства о собственности. Мы согласны. Другой вопрос, что теперь нужно как-то образовывать население, если государство будет внедрять систему. И кто этим будет заниматься. Друзья, наука и технологии рубрика практически подошла к концу, но есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить про блокчейн-технологии. Мы здесь уже флаги, я по крайней мере выставил и всех за собой веду покупать криптовалюту. Алексей говорит, нет, нет, постой дружок в пирожок. Есть риски. И сейчас мы эти риски все рассмотрим. Алексей, вам слово. Что такое риски с точки зрения экономики, математики? Это очень просто. Можно посмотреть, сколько стоила криптовалюта в определенное время. Просто график. Сколько стоило раньше, сколько стоило потом. Например, биткоин в конце декабря стоил 20 тысяч долларов. Один. Один. С ума сойти. А в январе он стоил уже 6 тысяч. И это значит, это как раз количество измерения этого риска. Это значит, что кто-то покупал по 20 тысяч, а потом, если он еще догадался, в кавычках, взять кредит в надежде заработать, потому что говорят, что биткоин будет 100 тысяч долларов стоить. И он понадеялся, что он купит по 20 и продаст по 100 и в 5 раз заработает. А через месяц буквально после того, как он отметил Новый год, он заходит на биржу и смотрит, что биткоин уже 6 тысяч. Он взял кредит, этот кредит ему возвращается. И он продает, фиксирует убыток в 3 раза. Это и есть риски криптовалют. Крайне волатильный инструмент. Цена очень сильно меняется. Кроме того, технология новая. Несмотря на то, что вроде бы прозрачные абсолютно все транзакции, но те кражи, которые осуществляются с бирж, удивляют своими масштабами. В январе ограблена биржа CoinCheck с говорящим названием «Проверь монетку». Наутро зашли на эту биржу инвесторы и недосчитались почти 500 миллионов долларов. На полмиллиарда была ограблена биржа. С ума сойти. Хакеры вывели полмиллиарда, но это что значит? Это же были чьи-то деньги. Значит, это были инвесторы, которые вложили деньги, а с утра их не обнаружили. Бит Грейл буквально через две недели 160 миллионов. Просто ошибки. Перити. Прекрасная компания. Перити – это одна из компаний, которая сделала ICO. Собрала более 137 миллионов долларов. А чем мы знаем? Вложили инвесторы свои денежки в это ICO в надежде на развитие технологий, создание стартапа. А один из программистов Перити просто взял и случайно стер библиотеку расширений. По рукам ему надавали потом? На 130 миллионов долларов. Как вы думаете, что с ним надо было сделать? 130 миллионов раз по рукам. После этого люди, мне кажется, вообще перестанут. После этого все видят, что эти деньги там находятся в эфирах, они заморожены. Но воспользоваться ими никто не может. Это технологический риск. Сейчас вообще обсуждают, что делать. Все сообщество видит 130 миллионов денег, вложенных инвесторами. Но сама компания не может их вынуть из системы блокчейна, потому что не имеет ключей доступа. Технологическая ошибка программиста. Поэтому, когда вы инвестируете, очень важно понимать, куда вы инвестируете, насколько вы верите в эту технологию. Но и самое главное, инвестировать надо только маленькую часть своего дохода. Мои партнеры, которые занимаются только криптовалютами, инвестируют до 50% своего дохода, но они занимаются только криптовалютами. То есть они знают практически все. Я, например, сам читаю с утра все новости на нескольких сайтах. Часть я делаю наиболее важных перепостов у себя в Телеграме, в Инстаграме, которые, я считаю, важно знать моим клиентам и партнерам. Но и то они инвестируют не более 50%. Поэтому инвестировать очень аккуратно. Ни в коем случае не входить в кредиты. Известные темы. Продали свое жилье, взяли кредит и все вложили в биткоины. Это в прошлом. Ни в коем случае. Никаких кредитов. Часть своего пассивного дохода. И обязательно интересоваться всем, что связано с этой тематикой. Нам приходят некоторые вопросы. Один из них. Стоит ли майнить биткоин в ближайшее время? Мне кажется, человек просто нравится, как это звучит. Майнингом сейчас занимаются огромные заводы, которые размещаются непосредственно рядом с электростанциями в ближайшем соседстве. Стоимость электричества там 1 рубль. В Москве в среднем стоимость электричества 4,5 рубля. А стоимость биткоина на майнинг определяется стоимостью электричества, которое потрачено на его майнинг. И уже целые страны оказываются вне конкуренции, потому что стоимость электричества там такая высокая, что затраты на майнинг превышают стоимость биткоина. Для понимания в Южной Корее, для того, чтобы заработать один биткоин на майнинге, нужно потратить 22 тысячи долларов за электричество. С ума сойти. При том, что биткоин сейчас стоит 9600 долларов. Алексей, расскажите, пожалуйста, где, где, вот прям от вас веет знаниями, поэтому, чтобы этот ветер знаний развеять среди наших телеслушателей и радиозрителей, расскажите, где вас искать. И что делать? Что делать, это к другому автору. Я есть в Инстаграме, Михеев Трисемерке. У меня свой канал в Телеграме, пожалуйста, подписывайтесь. Открытые. Алексей Михеев, технологии финансов в Фейсбуке. Более того, у меня есть онлайн-курсы, которые сейчас будут открыты для всех желающих. И они абсолютно разные. И для финансистов есть свои модули образования. Удобно, что они онлайн-курсы. Вы можете онлайн получать образование. Поэтому милости просим, готов делиться своими знаниями. Вы должны прощаться. Вперед в счастливое цифровое будущее. Алексей Михеев был с нами, приходите еще.